Мы с вами изучаем принятие судьбы. Это самое главное в победе кризиса, запомните. Если вы это сделали, принятие судьбы означает оторваться от человека. Всё, моя судьба действует на меня. И я не выхожу из равновесия тогда. Когда вы оторваетесь от человека, вы держите в доброте сердце сразу, приковываетесь к Богу, а не к человеку. И всё, нормально тогда работает. Потом пошла жизнь, налаживается сразу. Поплачьте во время ретрита мысленно, поплачьте. Господи, Господи, помоги мне к тебе привязаться. Вот так, понимаете? Потому что душа пробуждается. Чтобы на другой уровень веры выйти, есть три всего состояния, которые можно использовать для того, чтобы на другой уровень веры и прервать порочный клуб злой судьбы. Можно только сдав экзамен. Когда жестокая судьба приходит, тебе надо сдать экзамен. И это не искусственно не сделаешь. Это только по-настоящему. Потому что там никак в ЭГЭ можно как-то там подстроить что-то. Этот экзамен Бога никак не споргалка не поможет. Ничего. Только ты сам должен это сдавать. Три состояния. Плачь во время молитвы. Второе состояние. Радость. Но это состояние уже вам недоступно. Это когда человек сильно духовно развивается. Он может в радости пробудить душу. Третье состояние. Это тупик внутренний такой. Что же делать? Что же делать? Такой вот. И человек в тупике такой раз и раскрывается. Понимаете? Еще вера есть. Состояние веры такой человек. Господи, я тебе, тебе, тебе хочу отдать свою жизнь. Я предаюсь тебе. Ей ничего не надо. Он такой чувствует Бога. Такой хочет. Ура! И в этот момент раз. И Бог достигает чувства, ощущения Бога. Приходит к нему. Радость великая в сердце наступает. И когда это состояние приходит, то человек уже не зависит от судьбы. Она на него действует. Ему пофиг. Он нормальный. Становится. Вот это надо достигнуть. Заставить себя. Отвязаться от человека. И когда женщина отвязывается от мужчины, который предал ее на самом деле. Не достоин ее внимания. Вообще нисколько. Вы разумнее его. Развитие этого человека. Мудреев. Ну, он вообще не рядом даже с вами не стоял. А вы его обожествляете. Он такой хороший. Он мне нужен. Такой он хороший. Есть куча гораздо лучше мужиков. Бога. Классных мужиков завались просто. Но у вас нет к ним возможности попасть. Потому что вы не сдали свой экзамен. Бог не даст вам человека. Потому что вы недостойны пока. Но он если даст вам человеку, вы вообще никогда в жизни этот экзамен не сдадите. Потому что жестокая судьба же не приходит каждые пять минут. Вот она пришла, и Бог сейчас хочет, чтобы вы продвинулись, развились. Поэтому не отпускает ситуацию. Не дает вам выхода, пока вы не разоверлись. Когда человек принимает судьбу, он твердо как бы внутренне настроен. Тогда все классно. Жизнь меняется. Дальше стадии победы над судьбой. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая стадия – влияние на человека. Третья стадия – изменение в его сердце. Или он как бы понял, что он неправ, но не хочет возвращаться. Тогда сразу же Бог другого дает. Но у вас эти стадии проходят поверхностно. Потому что принятие произошло на 30%. Судьба будет побеждаться вся на 30%. Принятие на 50% произошло. Вся судьба будет побеждаться на 50%. На 100% принятие произошло. На 100% судьба будет побеждаться. Поэтому принятие – это самое главное. Поэтому он не показал, как там судьбу преодолевать. А он крест показал свой, как нести. Чтобы люди поняли, что главное. Главный процесс – это принятие. Совсем согласен человек. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ, время. Время товарищам. Судьба товарищам становится. Принять, а не врагов. Принять. Спасибо. Господь. Принимаю все. Есть, конечно, ситуации. Не всегда приходит жестокая судьба. Иногда приходит… Как определить, что не жестокая судьба пришла? Ну, во-первых, по состоянию. Ты по ночам как бы спишь, думаешь, может, на работе только о своей жизни и днем, и дома, а ночью ты отдыхаешь. Значит, это судьба послабее, не такая сильная, не жестокая, скорее всего. Или вообще только дома думаешь о своей жизни, а на работе не думаешь. Так же по поступкам людей. Тебя никто не предает. Говорит, я вернусь, все нормально, не волнуйся. Я не могу просто сейчас вместе. Значит, не предает человек. Он нормальный. Это не жестокая судьба. Жестокая – это когда предательство есть. Вот у девушки жестокая судьба, не предательство есть. И там люди уже начинают использовать три вида недостатков человека. Первый вид недостатка какой – гордость. Значит, надо прославлять человека. Второй вид недостатка какой – жадность. Значит, надо что делать? Показать ему квартиру. Говорит, он квартиру получишь. Медный гроз надо показать. И дело с ним, что хочешь. А третий недостаток – это глупость. Или наивность. Когда человек очень простой по природе, всем доверяет, наивность. Или, как говорят, глупость. И тогда человека обманывают. Ему мозги запудривают. Понятно? Три недостатка, которым пользуется жестокая судьба у человека. И пришла жестокая судьба. Смотрите, где у вас особенности вашей психики. И у вас что? Гордый вы человек, жадный или доверчивый. Три варианта всего. Гордый, жадный, доверчивый. И смотрите, что у вас. Если доверчивый, значит, этим будет всегда судьба пульса. Если гордый, значит, этим. Если жадный, то это все. Жадный примерно какая схема? Человеку говорят, ой, крутой бизнес, вообще там, все, быстро, очень, сразу, как бы, только вот так, и все, и как бы, вот и все. Только давай бабло. Твое. На твоем бизнесе, на твоем бабле будем делать этот крутой бизнес. Наш крутой бизнес, твое бабло. Все. Вы попали. Или ипотека тоже самое, жадность, ипотека. А, это, гордость прославляет человек. Да ты вообще, да ты какой крутой, давай, бери на себя вот эту ответственность. Там все разваливается уже, нафиг. Его прославили, поставили туда, и в тюрьму потом посадили. Он во всем виноват. На него все переписали там. И все, и он в тюляне сидит. Почему? Потому что гордый. Взял на себя чужую, ношу чужую. Понятно? Всегда, когда жестокая судьба приходит, этими тремя вещами пользуются люди в вашем характере. Не думайте, что вы защищены от этого. Кажется, что сейчас никто со мной так поступать не будет. Сейчас, да. Но когда приходит жестокая судьба, обязательно будут. Разводить, как кроликов будут. Обязательно. Без всякого сомнения. И если вы это поняли, что вас разводят, дальше не надо с человеком чикаться. Не надо с ним, как бы, сюсю-пусю. Когда тебя режут, защищайся. Грабят, защищайся. Это в Священном Писании говорится. Об этом. Имеешь право. А сам ты не можешь защищаться, потому что у тебя есть слабость. Нанимай человека, который будет за тебя общаться с человеком. По-деловому с ним решать вопросы. Потому что ты не можешь сам. У тебя нет таких способностей. Сейчас поговорим с вами о ситуации, когда не жестокая судьба действует. Когда действует обычная судьба. Никто тебя не предает. У тебя обычная ситуация. Все равно схема похожая. Ты должен войти в состояние доброты. Это первое. Принимай судьбу. Статические упражнения. Вода. Длительное движение. Что тебе надо? Делай. Наполняйся энергией, иначе у тебя сил не хватит. Второе. Смотри, где осечка. Вот, допустим, социальный слой брать. Ну да, прикованность себе. Надо что-то делать. Но именно где судьба тебя калечит в социальном слое? Кого-то денег не хватает. Допустим, деньги пошли проседать. Что надо делать? Кормить людей. То есть, что такое деньги? Это достаток, да? Когда люди находятся в беде в этом плане? Они голодные. То есть, самое главное, когда достатка нет, три вещи, какие у человека нужны в жизни? Самые главные, с точки зрения достатка. Еда. Еда, кровь и одежда. Все, три вещи всего. Вот и помогай в еде, в крови и в одежде. В чем ты можешь? Не то, что надо там себе домой там шаблу загонять, цыганскую такую. Они потом выйдут и все вынесут с собой. Ничего не останется, если там будет пустая квартира. Вот. Но если цыган пришел к тебе, цыганка пришла и говорит, дайте одежды, одень, детей не, нечем одевать. У меня такой был случай. Мы взяли, все собрали, что у нас там, мы не носим, мы отдали ей. Все. Если деньги есть, пожертвовать в кран или человеку, допустим, друзьям, важнее, чтобы для Бога отдать? Друзьям вообще очень опасно. Вообще очень опасно. Люди сразу, мгновенно наглеют. Как только они увидели, что им могут что-то дать, они сразу начинают считать это своим. И вы становитесь для них дойной коровой сразу. Если они бывшие, очень ужащиеся. Да, бывает такое. Бывают святые люди. На самом деле, мамушка. Можно им давать, да. Но тоже очень осторожно, потому что они привыкают потом, это очень опасно. В храм, в храм лучше. Самое лучшее, конечно, это когда вот есть бабка какая-нибудь, бабушка там, на площадке, которая, или вообще просто где-нибудь в подъезде, которая на мусорку утром ходит, подойди к ней. Если она выпивает, только пищу ей давай. Все равно она кушать хочет, она на мусорку пошла. Если она пропивает, то только вот еду вот готовую, чтобы она не могла продать это. Она будет кушать, и Бог тебе за это будет помогать. Потому что это его дитя. Потом собаки есть голодные на улице, кошки всякие, они тоже хотят кушать все живые существа, птички зимой голодают тоже. Вот потом, в храм же это не совсем, да это другое, у тебя денег нет, когда ты должен кого-то кормить, дать потребности насущные, тебе насущные потребности Бог восполнит. Когда, допустим, замуж не можешь выйти, просадка здесь идет. Нужно любить людей и научиться. Любить это не значит, что тихо, ой, как я вас всех обожаю. Любить означает, что-то для них делать. Подружкам делать, родителям делать. Вот все люди, которые тебя окружают, заботься о них, забудь про себя, про свою жизнь, стань социально активной. Помогай всем, заботься обо всем. И когда женщина так себя ведет, она увеличивает красоту свою. Когда женщина, в чем сила женщины, в любви к людям. Вот чем мужчина от женщины отличается? Мужчина хочет побеждать, а женщина хочет быть хорошей. Она хочет в гармонии со всеми жить. В этом разница, понимаете? Женщина хочет, чтобы все считали, что она хорошая. А мужчина хочет, чтобы все считали, что он сильный. В этом разница. Женщина должна помогать людям. Вот всем. Оторваться от себя, вот если она подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, тетчу мамы называл, был спиртным равнодушным, в компании не скушен, тому же, чтобы он и красив был, и умен. Размечталась о принце. А понятие такое есть и испытываешь судьбой? Вот, если человек визуализацией занимается, он говорит, визуализируй объект, визуализируй. Значит, он дури мается. Когда человек мечтает, он просто тратит то, что у него есть, запасы благочестия. Что мечта, это как виртуальная жизнь семейная. Она как бы уже с кем-то живет, виртуальная. На самом деле не живет. И она тратит то, что осталось у нее там, благочестия. Когда она добрые дела делает, всех любит, она не мечтает, а действует. И всем принимает судьбу, радуется всем, по-доброму относится. Вот классно, есть фильм «Золушка». Посмотрите, пожалуйста, по принятию судьбы, и как женщина должна себя вести, чтобы выйти замуж. Вот смотрите, она «Да, спасибо вам, всех ее любит, всем служит, всех заботится, а она одинокая, никто не любит там, как бы, напачериться там, ее все угнетают там. И результат какой? Замуж за принца. Потому что она самая лучшая из всех девушек. Все. Самая красивая, самая обаятельная, привлекательная. Спасибо. Вот это классика жанра, что она терпит всю нагрузку судьбы, радостно, счастлива, и при этом еще служит всем, заботится обо всех. И результат за принца. Но с других парней, подходящих, для нее нет. Она самая лучшая девушка в округе, а он самый лучший парень. Все. Господь их соединяет. Сильная девушка с сильным характером. Вот. Если, допустим, ты на работу не можешь себя найти, вот возьми просто, начни работать, где хочешь. У тебя социальная сила слабая. Работай, где хочешь, еще надо добиться любви к труду. Ты хочешь денег. Работать почему не хочешь? Потому что платят везде мало. Ты хочешь ничего не делать, и ты хочешь много бабла было. Так не бывает. Устройся и работай просто. Научись любить труд, чтобы тебе нравилось трудиться. И ты тогда, тебя везде с руками и ногами оторвут. Потом ты найдешь любимое дело уже свое. Только после этого, когда ты научишься любить труд. И эта аскеза, когда ты любишь труд, ты этой аскезой побеждаешь свою плохую судьбу таким образом. Надо научиться любить труд. Иногда это природно человеку дано. Вот я, допустим, когда был студентом, был, я просто ждал, когда у меня закончатся занятия, иногда не дожидался, с лекции сваливал. И шел помогать людям. Захотел в клинику, в палаты и говорил, кому нужна помощь. Мне было 21 год, 19-20. Все смеялись, такие улыбались, смотрели на меня люди. В основном все старшие. Говорят, что ты хочешь, как ты хочешь там помочь, мальчик? Я говорю, я могу точки нажимать, могу советы давать, там, ну, все, что могу, я перечислял. И все смеялись, там, кто-то говорит, ну, давай мне понажимай. Такие, все улыбаются, ну, мне понажимай. Я понажимал, раз боль прошла. Теперь мне понажимай. Через полгода я уже лечил врачей в этой клинике. До палат уже я не успею, я хотел как бы людям помогать, но не добирался. А потом, через год у меня уже по интернационной медицине был кружок, в который три профессора за авкафедрой ходили. Это реально, вам не шучу, говорю, как было. И очередь из людей, которые, я всех бесплатно лечил. Но уже в это время они там что-то мне приносили, там, что поесть, там, еще что-то. И я уже как бы не нуждался ни в чем. Потом я начал читать лекции, тоже бесплатно. Как я начал читать лекции, я, там был институт подшипников в Самаре, сейчас его расформировали. и там был один человек, который лежал в больницу, я ему полечил, ему рассказал, как надо жить. Он смотрит на меня, говорит, а ты можешь это рассказать моим подчиненным, тоже это надо знать. Я говорю, я не знаю, я же как бы еще маленький. Он говорит, ну пойдем, короче, ко мне в институт, там сидели, тридцать человек собралось, у меня ноги подкашивались, прям реально, мне было там 21 год, 23 года мне было. Я начал рассказывать, несколько раз пришел, как-то привык, начал рассказывать уже, и так потом дальше читал, читал лекции, все, и пошел. Я с 23 лет читаю лекции. У меня был такой принцип, я никогда не парился, сколько мне заплатят, я вообще не думал о деньгах, просто хотел людям помогать все. У меня сейчас Игорек, который вот ездит со мной в Америку, там, Европу, он из Львова сам. И он такой же вот человек, он просто хочет людям помогать, ему не нужно ничего, он просто так всем помогает, время есть, он там консультирует людей, его люди обожают просто, он очень искренне помогает всем. Все схватывает то, что я говорю. Допустим, я сказал, пять слоев очищения, 60 часов поста, я сам не пощусь, пошел 60 часов, а он сразу нацикует 60 часов. упаститься, и все, и пошел очищаться. Нацикует легче, чем на воде? Ну, не все выдержат, потому что иногда перегрев идет у человека слабость, если нацикует. Вот. если человек хочет работать, он должен любить труд, не деньги, а труд, и тогда у него все пойдет, и это любовь, или она дана от природы человеку, или ее надо вырабатывать, просто работай, и учись, помогать, заботиться на работе о людях, отвлекайся от себя, от своих желаний, и больше думай о других, и тогда у тебя успех в труде пойдет. Если хочешь высокое положение в обществе занять, тогда тебе надо понять, как устроена вообще эта система власти, как она устроена, знаете? Вся власть в этом мире принадлежит Богу, везде, во всех странах, какая бы ни была страна. В каждой стране Бог дает такого правителя, какой подходит именно этим людям. Вот, если они такие грехи делают, вот такая несправедливость будет. Если вот такие грехи, то такая несправедливость. Если у них есть вот это хорошее, то он им даст правитель это хорошее. А если вот это хорошее, то это хорошее. Понимаете, вот как им положено, такой и будет человек. Ни больше, ни меньше. Все это закономерно абсолютно. И дальше правитель кого выбирает себе помощниками? Верных людей, которые верят ему, верят в страну, верят в страну, народ и в старшего. Те, кто выбирают кого помощниками, тоже таких же верных людей. И так цепочка власти выстраивается от Бога. и в каждой стране те, кто власти, они должны, обязаны верить в страну, в народ и в правителя. Если у человека нет такой веры, ну не лезь тогда во власть, не надо тебе быть старшим, управлять людьми, значит, это не твоя природа просто. Но если ты все-таки чувствуешь, что ты должен управлять людьми и хочешь власть иметь, значит, ты должен быть таким. Теперь сразу возникает вопрос, а если там они воруют, там обманывают, там и все прочее. Но Бог выбрал человека правителем. Почему он выбрал? Потому что лучше других. И это не твое дело. Ты когда туда встанешь, ты будешь такой отреченный, что ли? Самое сильное испытание в жизни человека это деньги, власть и слава. Три испытания. Сначала Бог испытывает человека огнем. Огонь это страдание. Человек когда он крест на себя страданий принимает, сразу начинает водой испытывать. Огонь, вода. Вода это что такое? Деньги. Если человек бескорыстно к деньгам относится, испытание прошло, то дальше какое испытание будет? Огонь, вода и медные трубы. Медные трубы это слава. Слава. И гордость возникает у человека, когда его прославляют. Вода делает человека жадным, деньги когда жадны. А страдание делает человека слабым. страдание прошло, будут деньги. Деньги для Бога отдаешь, не привязываешь к деньгам, значит будет слава. Понятная система? А власть в эту категорию не входит. Власть дается только тем, кто принимает три вещи. Первое народ, второе страну, третье правители. Все. Одно из трех не принял, значит у тебя будет прокол. Туда же входит культура и вера, которые в этой стране приняты. Если ты хочешь другую веру, значит тебя не примут. Вот это именно вера должна быть. Ну то есть если человек уважает старших власти, понимает, что все воруют, не обращают на это внимания. Не недостатки старших видят, а и достоинства. Стараются это больше видеть. То и тогда он входит в структуру власти на каком уровне, на котором он может управлять. На том уровне, где у него кишка не рвется. Где у него хватает силы. Если ты бунтуешь против власти, ну найди страну, где ты не бунтуешь. Как у меня знакомый один все время ругался здесь, ему не нравилось. Ну поехал в Германию. Я когда в Германию приехал, говорю, ну как ты здесь, тебе здесь все нравится, теперь я так счастлив, что здесь плохая, власть плохая. Ну это хроническое заболевание, что не сделаешь. Ну как человеку везде плохо, если он не понимает божественное устройство. Бог там испытывает людей, властью, славой и деньгами не твое дело. У тебя свои испытания. Пройди свои испытания, потом Бог тебе другие даст повыше. Если хочешь повыше испытания, это же знаете как работает, нет? Чем больше денег человеку Бог дает, почему вам вот говорите мне, почему вот каждый вопрос, почему мне денег не дают Бог? Чем больше денег, тем больше надо жертвовать. Если пошел усваивать все деньги, хомячить, чем больше денег, тем ниже ад, если ты с этим не справился. Чем больше власти, тем ниже ад, если ты с этим не справился. чем больше славы, тем ниже ад. Так Бог думает, а нафиг ему и так он в аду уже там сколько был. Как этот анекдот, в концлагере стоят мужики, как бы в крематориях баня, в крематориях баня, один чумазый стоит, он думает, блин, его уже не отмыть, в крематорий. Говорит, опять в крематориях, когда же баня? Поэтому Бог не дает, если человек от этого сдеградирует. А если он дает человеку, то только от его заслуг. Вот человек в прошлом, допустим, добрые дела делал, раз ему деньги Бог дал в этой жизни, богатым стал. Или в прошлой жизни он о людях заботился, власть получил. Или человек в прошлой жизни помогал людям знаниям, получил славу. Но это тоже очень тяжелое испытание. И люди, которые это испытание проходят, они хомячат под себя власть, слава, деньги, все себе. В следующей жизни дальше что будет? Ад, адские планеты, страдания будут жуткие. Это временно, там, 30 лет прошло, уже следующая жизнь, и что ты получил? Побалдел здесь, понаслаждался, и потом дальше страдания, тяжелые муки, за то, что ты, доверие Бога неправильно. Поэтому Бога не дает деньги большинству людей, власти, славы, потому что боится за вашу жизнь. Вот докажите Богу, что вы этим будете распоряжаться правильно, докажите, и сразу он вам начнет давать, докажите. Это называется аскезы благости. Начали кормить людей, доказывайте, хорошо, вот вам деньги. Начали людям помогать социально, благотворительное какое-то общество открыли, там еще что-то, старайтесь людям делать там пищей кормите, там пищей жизни, там еще что-то, пожалуйста, вот тебе власть. Если начал людям давать знания, там заботиться о них, вот тебе слава, нет проблем. И это всегда испытание, новое испытание. Славу получил, немножко загородился собой, Олег Геннадьевич, вы неправильно говорите, я ушла из лекции, до свидания. Господь так заботится. Я его почувствовала, этот момент, когда Господь приходит, тебя сковывает всего, и ты ничего не можешь сказать, ничего сделать, значит, это ленинградский почтальон пришел. судьба. Итак, мы берем ситуацию, когда человек, судьба не жестокая, есть жесткая судьба еще, и есть тяжелая. жесткая, это когда вместе не можем быть, ругаемся, надо жить отдельно, это жесткая судьба. Она учит человека самодостаточности, не зависит от близкого человека, зависит от Бога. Жесткая судьба, веру поднимает человек, и чувство собственной достоинства, учит его быть сильным, крепким. жесткая судьба, это когда люди вместе сходятся, всегда ругаются. Невозможно нормально поговорить, всегда заканчивать все руганью, жесткая судьба. И в этом случае надо просто учиться самодостаточным, пожить отдельно. Природа, добрые люди, молитва. Вот три вещи, которые всегда помогают человеку. А если жесткая судьба покажет ребенку? Да, то же самое, не трогать ребенка. со стороны матери. Как это может принять, когда мать бьет ребенка, как друг людям вводиться, там ставить ребенка? Ребенка защищать от матери, вводить его. Видишь, что мать бьет, раз, взял за ручку и повел. Подобное. Нет выхода. Вас правда сейчас слушают, правда слушают. Песню еще раз поставить в Исоцкале. рукоятки мечей колодеют в руке и сердце бьется, как птица в груди. Это ваша ситуация. Сердце у вас бьется, как птица в груди. Вы уже доброту не сохраняете. Это жестокая судьба действия, не жесткая, потому что она нарушает заповеди Христа. Жестокая судьба действия. Вы не можете, у вас сердце бьется, как птица в груди. Но неважно из-за кого, вы привязаны к ребенку, а вы не понимаете, что у вас судьба испытывает сейчас. Надо отстраниться от ситуации, начать Богу молиться, чтобы доброта в сердце появилась. И тогда вы сможете ситуацию изменить. А так эта судьба может разрушить вашу семью. Сейчас. Уже все, уже разрушить. Ну вот. Вскрытие показалось, что пациент умирает в скрытии. Видите, надо все равно доброта. Нет выгода. Ненависть это самое ужасное. Правда, значит, будет судьба вас в оборот брать, к ненависти тащить. Доброта, значит, она на вас вообще не действует. У вас иммунитет от судьбы вы не можете. Она не может вас зажаблить, схватить, если у вас доброта в сердце. Доброта это самая большая побеждающая сила. Я изучал эту доброту по непобедимым воинам. Есть такой халид-валид, этот мусульманский воин непобедимый. Когда с римляне мусульмане сражались, он, исторический факт, он зашел с горской мусульман в центр войска, эти все легионы прошел, дошел до правителя, убил его и назад вернулся. И вся армия римская была деморализована, они потеряли силу, у них мечи опустились и копья дрогнули, армия дрогнула, теряла веру. Мусульмане ободранные там, у них не было ни образования как воевать, ни обмундирования, они взяли и разгромили всю эту римскую армию, которая бы еще была больше их по численности. Это исторический факт. И этот халид-валид, то с ним ничего не произошло. Он туда сходил, назад, ни одна стрела, ни один меч, ничего не дотронулось до него. Почему? Потому что он в доброте сердца и постоянно думал о Боге вообще, он не забывал его. Такая сила в человеке была. Представляет непобедимая личность вообще. И никто его никогда не смог победить, но он погиб от инфекции. Бог потом его испытывал уже по-своему. доброта. Ну, то есть доброта. Надо стараться понять, как побеждать. А если жесткая судьба, то ты доброту как бы вырабатываешь, и дальше правило номер два. Доброта это первое правило, или крест свой принять. Второе правило дальше это отношение к человеку. Правило очень сложно выполним. Клиент всегда прав. называется. Ну, то есть это клиент, это образное выражение. Ну, то есть вот допустим, если это не жестокая судьба, понятно, когда человек заповеди нарушает, он не может быть правым. А если допустим, муж говорит, я не могу работать сейчас, у меня нет возможности, поверь ему. Согласись, скажи, ты не знаешь, ты как бы правило такое, ты не понимаешь почему. Ну, ты говоришь хорошо, я поняла, но ты ничего не понимаешь и ты поймешь потом. Знание придет в сердце позже, когда ты согласишься с ним. То есть правило такое, это айкидо, да, метод айкидо, ну, то есть ты пользуешься силой удара и уворачиваешься от него и сам валишь в противник. Вот. Это так при любих выдох других судьбы надо действовать. Или тяжелая судьба, когда вы можете быть вместе, но тяжело. Или жесткая судьба, когда вы уже не можете быть вместе, но никто никого не предает. А жестокая судьба, когда предательство начинается, измены, обман, обман это еще более жестокое, это разворачивание уже судьбы идет. Обман когда начинается. война уже приобретает более холодный жесткий оборот. если этого нет жестокой судьбы, то тогда всегда только идти навстречу с человеком, всегда стараться ему помочь, прощать, терпеть, заботиться, но выбрать расстояние. как тебе комфортно. Судьба не обязывает человека страдать вообще. Любая судьба говорит, хочешь страдать, хочешь не страдай. Почему мы страдаем? Потому что мы привязаны. Вот эта привязанность вызывает страдание. Привязанность это желание наслаждаться, не служить человеку, а наслаждаться желанием. Это называется привязанность. Когда человек хочет наслаждаться человеком, этим пользуется судьба и мучает. Вот, допустим, тебе надо вот на такой-то дистанции находиться, а ты ее не хочешь выдержать. Значит, будешь страдать. А если ты на эту дистанцию вышел, ты не бросаешь человека, ты остаешься с ним просто не так близко общению, не такое близко. И все. Но мы не можем. Почему? Потому что нам хочется поближе. Я хочу ему объяснить, Олег Геннадьевич. У меня один знакомый звонит жене. Я говорю, не надо ему звонить. Не надо звонить, потому что в плохой период у вас разрушится семья. Он говорит, нет, мне надо ей сказать. Я говорю, да не надо, завтра, послезавтра скажешь. Там через неделю скажешь, сейчас не время. Нет, надо сказать. Спорит, спорит, думаю, ну ладно, разваливай свою семью. Он, алло. Ну ладно, поговорили. Она подала на развод. На следующий день. Он говорит, мне надо опять с ней поговорить. Я говорю, а сейчас она даже не вернется никогда к тебе, если ты сейчас поговоришь с ней. Нет, я должен ей сказать. Она подает на развод, я должен с ней поговорить. Я говорю, не трогай ее. Не пей водичку, козленочком станешь. Точнее, козлом. Не послушал, поговорил. Все, бросил навсегда. Классная история. О чем она говорит? Что мы лезем, лезем. Потому что привязанность. Не можем подышать свежим воздухом. Надо лезть постоянно. Помните, как Ипполит Матвеевич раздушил в фильме с легким паром свою семью, свои отношения. Надо было подождать, когда там все протрезвеют, как бы разойдутся и все. Так он лез, лез, лез. И что он сделал? Она в нем разочаровалась просто. Начала от безысходности интересоваться этим придурком, который приехал в пьяном виде в другой город и обнаружил себя в чужой квартире. Я сразу вспомнил этот фильм, похож на один наркоманский анекдот. Наркоман, как бы, смотрит улица Ленина, пятый подъезд. Так, заходим, 35-я квартира, звоним. А нет, открываем дверь. А нет, звоним. Открывается дверь мужчина, говорит, вам кого? Он говорит, это вам кого? Это моя квартира? Нет, это моя квартира. Мужик закрывает дверь. Он такой, блин, почему моя квартира, его квартира? Так, еще раз. Выходит, короче, ушел, километр отошел, так, улица Ленина, пятый подъезд, 35-я квартира. Звонит. Мужик открывает тот же самый. Говорит, что тебе надо? Говорит, я здесь живу, это я здесь живу, закрывает. Это такой наркоман, больно. Надо еще раз попробовать. Говорит, опять туда же привалил. Звонит. Тут такой открывает. Наркоман такой смотрит, у него глаза расширяются. Говорит, слушай, мужик, ты везде живешь, а я нигде не живу, что ли? Так и там тоже. Лезет и лезет, блин. Успокоился бы. Покрутился на машине по льду там. Снег бы лучше лег бы, самое лучшее, потому что у него энергия воды там закипела. Вот под душ он правильно встал, надо было просто снять это вот пальто. Вот. Пальто не работает. Надо было снег, полежать в снегу как-то там, решить вопрос. И успокоиться. Нет, лезет и лезет. И все, значит, что дальше будет? Разрушение отношений. Классика Жанны. То есть, что человеку нужно? Учиться самодостаточности. Три энергии, которые человек дает самодостаточность. Энергия природы — это энергия Бога, которая дает человеку здоровье, счастье, хорошее настроение, хорошую работоспособность. Избавляет его от обиды, от тоски, от печали, от безволия. Все это природа делает, просто одна природа. Палеж пошел на природу, все, наполнился. Дальше чувствуешь, что социальная сила прогибается, хорошо. Пойми, что тебе надо. И что тебе не хватает. Не можешь правильно с детьми отношения строить. Хорошо, тогда начни думать хорошо о детях в целом. Помогать детям разным. Научись заботиться о них, принимать их, прощать, терпеть. И все, и у тебя получится. Не можешь к родителям относиться, уважать старших, учись. Значит, и у тебя получится. Ну, то есть, ты берешь с помощью социальных действий, отрабатываешь свою проблему. Все. И она решается. А если у человека препятствие в жизни, которое он не может преодолеть, значит, тогда только вера в Бога способна тебе помочь. Вот какой-то в жизни затор, там, как одна женщина подошла, говорит, Олег Геннадьевич, когда у меня будет свое жилье? Я смотрю, какой у меня ответ в сердце? Никогда. Ситуация патовая для нее. Я ей говорю, вам нужна молитва, моя хорошая, молитва. Одна девушка подходит, говорит, когда я выйду замуж? Я смотрю, нет возможности выйти замуж. Все. Я ей сказал, надо там делать то, молиться, служить Богу людям, очищаться. Она все начала делать, я приезжаю в ее город через год. Она говорит, когда выйду замуж? Я смотрю, никогда. Говорю, надо молиться, заботиться о людях, помогать всем. Третий год. Четвертый год. То же самое. На пятый год приезжаю. Она все время помогала там готовить мне. И не подходит ко мне. Я говорю, а что не подходишь, когда выйду замуж? Она говорит, а у меня как-то желание успокоилось. Мне так хорошо стало, как-то спокойно. Думаю, нифига себе. То есть она начала показывать признаки победы над судьбой. Потому что когда первый этап победы над судьбой, успокоение, желание. Когда девушка чувствует, что ей одно и хорошо, нормально все, она счастливая становится. Но при этом хочет замуж все равно. Значит, на нее начнет смотреть. Она значит скоро замуж. Я смотрю, вижу, что Бог ей подарил свою милость. Я говорю, Бог тебе подарил милость. А иначе ты бы не вышла замуж. И она, короче, нашла себе такого возвышенного мужа. И с ним до сих пор счастливо живет. Они постоянно служат людям. Такая возвышенная семья получилась. У них по судьбе не было замужества. Но все женщины должны выйти замуж, родить ребенка. А иначе зачем женское тело человеку давать? Издевательство зачем это? Единственное, что требуется, это делать правильно все в жизни. Совершать аскезы, добрые дела и молитву. И тогда ты получишь то, что тебе нужно. Когда придет время, чтобы ты получила то, что ты хочешь именно. Потому что очень важно понять, когда два кирпича лежат с крыши вместе. И один такой говорит, я переживаю. Говорит, да не переживай, главное, чтобы человек был хороший. Так и женщина тоже. Главное, чтобы человек был хороший. Плохого душить неинтересно. Главное, чтобы человек был хороший. 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 Продолжение следует...